Добрый день, дорогие подписчики, гости нашего канала. Спасибо, что заходите, остаетесь с нами и даете свои комментарии, пишите свои отзывы. Для нас это очень важно, давайте вместе разбирать ошибки. И сегодняшняя тема это капуста и какие ошибки допустила в этом году я. Значит, капусту я посадила на новую грядку, в этом году я ее сделала новую. Вот видите, даже еще она не полностью заполнена землей. И грядку я установила рядом с хостой. И это как раз тот рассадник, который накапливает много слизней. А их в этом году у нас было ну просто уйма. Это лето было холодное, сырое, мокрое. И не всем удалось вырастить тот урожай, который мы запланировали. Так вот, про капусту. В первую очередь грядка должна быть, конечно же, солнечная, хорошо проветриваемая, чтобы не было застоя воды. Ну и, конечно, палящее солнце нашей капусте не нужно. Капуста любит всевозможные подкормки, поливы и так далее. Вторая моя ошибка, что я наполнила, значит, и покупной грунт, и перегной у меня был, но он хорошо был, перепревший навоз. С этим все в порядке. Но почва оказалась кислой. Вы видите, что тут растет хвощ. И это первый тоже признак, что почва закисленная. То есть данную грядку в этом году нужно раскислять. Капуста совсем не любит кислую почву. Хорошо, что я здесь посадила белокочанную. Если бы здесь росла цветная, либо брокколи, то урожая не было совсем. На это тоже обращайте внимание. И, кстати, как проверить кислотность почвы, знаете, в специализированных магазинах есть специальные тесты бумажные. И они прекрасно выдают нам результат нашей почвы. Ну и что хочется сказать, что у капусты, конечно, очень много вредителей. И самая первая, самая главная вредительница – это крестоцветная обложка. Ну, конечно же, и слизни, и гусеницы. Это мы все знаем и понимаем. Но как бороться с крестоцветной обложкой? Первая и самая надежная – это, конечно, укрытие с понбондом. Я этого ни разу не делала. Попробую, может быть, в следующем году. Я всегда обрабатываю специализированными препаратами. И что хочется сказать, что капуста, конечно, требует хороших подкормок. Когда она только начинает набирать зелень, она требует азот. Дальше фосфор и калий. Значит, что еще важно? Малибден, он стимулирует рост кочана, да? Бор помогает завязать сам кочанчик. А кальций влияет на хранение кочана. Это вот у меня, к сожалению, говорю, не совсем удачный урожай. Я всегда умею признавать свои ошибки. Данный сорт – это мегатот, но он не такой крупный, но и не совсем мелкий, как вы видите. Он хорошо идет не только на квашеное, но и на хранение. Этот сорт хорошо хранится. Также можно делать подкормки, конечно же, по листу. Но обращайте внимание, что у капусты и листа он такой скользкий, и подкормка будет скатываться. Поэтому нужно, конечно же, добавлять какой-то специализированный препарат, который будет способствовать прилипанию. Посмотрите, как жалко, да, вот все слизни вот это вот съели. Но с ними было очень сложно бороться в этом году. К сожалению, вот так. Поэтому готовим почву с осени. Конечно, тоже требует сева оборота. Если вы здесь выращивали капусту, на данной грядке можно только два года выращивать капусту. Но я ее здесь точно не оставлю. Поэтому сделаю сева оборот. Капусту можно сажать после бобовых, после кабачков, после посленовых, после моркови, после лука с чесноком. Тоже вполне приемлемо. Но у капусты есть свои заболевания. Если вы это заметили, то ни в коем случае на второй год здесь капусту не оставляем. Я желаю вам в следующем году хорошего урожая капусты. Выбирайте хорошие сорта. Готовьте грядку с осени. И собирайте отличный урожай. Всего доброго! Продолжение следует...